Добрый день, дорогие друзья! С вами снова Medical Fitness и я его ведущий Кравцев Сергей. Сегодня мы обсудим вот какую тему. Возможно ли выполнение гиперэкстензии, если у вас есть грыжа повздошного отдела? В общем, смотрите, ответ будет очень неоднозначным. В целом, выполнение данного упражнения возможно, но очень часто люди борщат и очень сильно закачивают повздошные мышцы, что вызывает гипертензию и, соответственно, обострение. Очень часто люди начинают во время воспалительного синдрома, когда у вас идет воспаление, еще делать гиперэкстензию. То есть это сравнимо с тем, что если я, к примеру, как-то поранил ногу, руку, у меня какой-то порез на руке, и я еще этот порез буду как-то тереть. Ну, представим, ладонь я порезал, и я постоянно буду засовывать руку в карман, чтобы она у меня выздоровела, растирать ее, как-то тренировать, брать эспандер, тренировать, но поможет это выздороветь мне в моей руке? Вряд ли. Вот тут то же самое, понимаете, у вас внутри болячка. Не нужно эту болячку теребить, пока, в общем-то, вы не решили вопрос с воспалительным процессом, с устранением. Конечно, в этом случае нельзя качать. Если у вас настала стадия ремиссии, у вас все хорошо, то, в принципе, вы можете выполнять гиперэкстензию. Вам не нужно переразгибаться очень сильно, то есть должна быть достаточно ограниченная амплитуда. Гиперэкстензию лучше использовать с наклоном, где-то там, она идет в 80 градусов, по-моему, в ней наклон. То есть ножки такой гиперэкстензии расположены внизу, соответственно, если у вас есть лишний вес, вам удобнее в нее залазить будет. И, соответственно, когда вы качаете поясницу, вам нужно не забывать, что особенно для пациентов важно, у кого есть гиперлордоз. То есть если у вас есть гиперлордоз, соответственно, вы должны всегда заботиться о том, что у вас должны быть сильные брюшные мышцы. Для этого вы ложитесь на коврик, подкладываете валик, и без отрыва поясницы начинаете совершать, в общем-то, сокращение на ваши брюшные мышцы. Так как у нас повздошные мышцы поясницы – это антагонисты мышцам брюшным, нашим мышцам пресса по-другому, к нему приводят именно то состояние, когда у нас гиперразвитые мышцы по вздошной области и недоразвитые, получается, то есть в гипотонусе, я бы даже сказал, находятся мышцы пресса. Вот чтобы у нас такой вещи не было, ложимся. Вот замечательно, у нас уже совершенно другая картина. Ножки мы вытягиваем спокойно, расслабляем, ручки мы вытягиваем вдоль тела, да. И теперь нам нужно оторвать грудной отдел так, чтобы у нас приподнялась еще и шея, подбородок тянем мы к грудной клетке, грудной отдел отрываем на небольшое расстояние от пола. Вот буквально до моей руки сейчас это совершается. То есть где-то здесь зазор в 20 см у нас получается. Опускаемся. Называется это малоамплитудное поднятие на пресс. Ну, впрочем, можно в разной литературе встретить разные названия. Поработаем так динамично. Вот, замечательно. Тут мы видим то, что у нас еще отсутствует движение в шее. Голову мы должны расслаблять максимально. Расслаблять и опускать движение. Высоко не поднимаемся, не должно совершаться отрыва. Вот я кладу руку и я чувствую, есть ли отрыв в поясничном отделе или нет. В данном случае поясница прижата к валику, это хорошо. И голову сразу расслабляем на обратном движении. Движение в шее совершается, работают паравертебральные мышцы шеи. Это тоже замечательно. Они укрепляются. И таким образом, если у вас есть какие-то зачатки шейного остеохондроза, вы можете предупредить данное заболевание, выполняя малоамплитудные подъемы на пресс и вести профилактику гиперлордоза. Если у вас, наоборот, гиполордоз, то есть вы проходили МРТ, вы знаете, что в МРТ написано, что лордоз, высоко не поднимаемся, а в МРТ написано, что у вас лордоз уменьшен, наоборот, данное упражнение будет для вас противопоказано. Для чего это нужно? Для того, чтобы равномерно развивалась ваша мышца кора, так называемая. То есть вы можете покачать вот таким вот образом мышцы брюшные, и это обязательно нужно делать, если вы решили выполнять гиперэкстензию. То есть они должны симметрично развиваться. Иначе это может приводить к тому, что будет гипертонус формироваться в ваших повздошных мышцах. Вот. Соответственно, внимательно относитесь к этому. Еще бы я не рекомендовал делать какие-либо подъемы ног с грыжей повздошного отдела, потому что тоже очень сильно гипертонизируются, соответственно, во-первых, мышцы гипертонизируются повздошно, во-вторых, на крестец нежелательная там нагрузка идет. Ну, это тема отдельного выпуска. А здесь, соответственно, я вот что еще хотел сказать. При гиперэкстензии не рекомендовал бы я вам использовать дополнительные веса, так как это тоже может приводить к излишней тензии повздошных мышц. В целом, упражнение гиперэкстензии хорошее, полезное, главное его правильно выполнять. И еще нужно следить за тем, чтобы не было каких-либо ротаций корпуса. То есть, вот из положения гиперэкстензии, когда вы выходите, очень часто люди вот так вот отклоняются очень сильно. Это, соответственно, не нужно делать, нужно следить за тем, чтобы вы корпус прямо подняли, просто для того, чтобы вот эти ротации не привели к повторному ущемлению. Ну а с вами был Medical Fitness, Кратцев Сергей. Спасибо вам огромное за внимание. Да пребудет с вами здоровье. Подпишитесь на канал.